Здравствуйте, друзья. Мы находимся на форуме сайта залив.org и отвечаем на вопросы. Вот у нас вопрос такой. Бардак на столе. Стоит утратить бдительность и число абсолютно нужных бумажек, тетрадок, ручек, деталек вырастает катастрофически, не оставляя места ни для чего. И все при этом нужно. И все при этом жалко. Как одержать победу в этой неравной схватке? Ну, знаете, хочется сказать словами Пушкина из Евгения Онегина. Не всякий вас, как я, поймет. Я тоже очень страдаю от этого же самого. Я думаю, что многие из тех, кто нас смотрит, слушает, скажут тоже и начнут кулаком в грудь стучать и плакать, и рвать на себе волосы. Значит, первое, что я лично делаю, раз вы меня спрашиваете, я обязательно имею большой стол. То есть, я не могу работать на маленьком. У меня стол большой. Либо он может быть абсолютно крохотным, так, чтобы на нем поместился только вот там, скажем, лэптоп и мышка. И на нем гарантированно ничего больше уже не поместится. И все будет там на полках или в тумбочке, там или где-то. Значит, первое, это стол должен быть большим, чтобы можно было много бардака на нем создать. Но я стараюсь, чтобы бардака не было. И у меня есть три стадии, как бы, расчистки стола. Значит, я создаю три места, кроме стола. Например, это могут быть три ящика в тумбочке. Или это могут быть три полки книжные, но тогда они должны закрываться, чтобы не пугать людей, которые заходят в офис. Лучше ящики. Туда можно больше накидать. Значит, первым делом я смотрю, что на столе и безжалостно выкидываю в этот ящик номер один. Так, чтобы на столе было всегда чисто. Вот что-то такое сомнение, малейшее сомнение. Бах, ящик номер один. Ящик номер один периодически просматривается, потому что он забивается. И то, что в ящике номер один кажется, что ему там не место, переходит в ящик номер два. Соответственно, периодически ящик номер два тоже нужно пересматривать. И то, что уже даже в ящике номер два, ему там не место. Оно уходит в ящик номер три. Ящик номер три периодически пересматривается на предмет. Значит, из него есть два пути. Первый путь это в мусорный ящик. И второе это раздать. Ну вот если речь о ручках или там блокнотиках или там еще о чем-то таком, то я, например, могу вот просто выложить. И там ребята разберут, студенты разберут. Есть места, где можно просто положить, чтобы люди взяли, кому нужно. Остальное выкидывается. И вот происходит такая ротация всего на свете. Иногда я, знаете, в ящике номер один может что-нибудь даже пару лет лежать, но потом она все равно потихонечку куда-то перебирается и перебирается. И у меня еще особенность такая, что ко мне люди приходят в офис. И я не могу, чтобы у меня стол был, ну, что называется, как у Софии. Потому что у Софии стол и десктоп ее компьютера у меня вызывают просто конвунции, когда я это вижу. Потому что я понимаю, что найти там нельзя ничего. Хотя София как-то мастерски все это находит. И я не знаю, это просто что-то чудовищное. Вот. Это как бы противоположность тому, что я стараюсь держать на моем столе. Но, тем не менее, бывает что-нибудь накопится. Ну, может пару-тройку дней побыть. Больше, чем пару-тройку дней на моем столе ничего лежать не будет. Я вам точно скажу. Это выработалось с годами. Это со студенческих лет. Это заняло много-много лет. Ну, считайте, лет 30 у меня ушло, чтобы я вот пришел к этой системе. И все равно остается субъективный фактор. Даже если вы скажете, давай-ка я так попробую, останется субъективный фактор того, чего вы выкидываете, перекладываете и так далее. Потому что у меня развилась со временем некоторая безжалостность. Я знаю, что если я буду позволять себе, значит, вот такие штуки, слабость, то оно будет накапливаться. Поэтому я развил вот эту безжалостность. И меня иногда за руки люди хватают. Миша, как же ты можешь вот это выкинуть? И, к счастью, у меня есть много студентов, которым я могу с удовольствием что-нибудь раздать. Бывает, они с детьми придут, я детям что-нибудь отдам. То есть у меня есть возможность отдать без того, чтобы слезы текли, чтобы вообще пропало, погибло и так далее. У меня до сих пор, вот я год назад приехал из Киева, и у меня стоит на холодильнике, у меня маленький холодильничек есть в офисе, такой совсем небольшой. И у меня на нем стоит такой из стекла с гравировкой лазерной и с подсветкой. Вот мне там подарили на встрече с нашими зрителями в Киеве. Нас тогда было 10 тысяч, вот не 40, как сейчас, а 10, еще 10 не было ровно год назад. И вот она стоит, я не могу выкинуть, я не могу подарить. Понимаете? И такая вещь, что не знаю даже куда, ну это как бы святое. Понимаете? Вот прямо алтарь какой-то надо создать и туда ставить там. И так далее. В общем, вот такой ответ, значит, в неравной схватке победит тот, кто проявит безжалостность. Все.